ваши герои могут поменяться позициями а для вас это очень плохо вот есть тут даже вот так вот подбирая радуйтесь если вы нашли просто пустой сундук потому что вы могли бы найти они подожди нет нет сейчас надо было сейчас будем сюрприз это я не перегруппируется скорее так в общем тут много каких-то подвохов ловушек то есть вас постоянно испытывают враги наносят там нереально большой урон вам так вот немножко осветлим все это дело так давайте попробуем вот этих двух ближних застанет может повезет так отлично застанили потом нам нужно так нам нужно их потихоньку убирать отлично зачем убирать затем чтобы вот я вам покажу как я оставляю так опять коротечение едва вот это уже в минус было то есть как по-хитрому отжираться кстати дроби неплохо прокатило так этот парень своим каким-то отравой плескает в нас арбалетчик тоже кстати может не маленький урон иногда наносить так давайте еще дроби заказывали получите так о хоть чуть-чуть восполняем так вот пожалуйста вот я еще и застанился бывали такие ситуации когда вот вроде уже выигрываешь но в последний момент остаешься там один на один с каким-то врагом и первый ход его а он постоянно станет тебя и все и вот он был еле живой а вы вот полный хп и вы все теряете причем даже нажимаете вот можно покинуть битву сейчас покажу вот флажок если вы чувствуете что ну все плохо надо прям с битвы уже бежать то есть все можно это бежать но получается так что вы ваши герои могут отказываться бежать с битвы они говорят мне не получается у меня или вам не дают и вы можете еще и так все потерять увернулся это хорошо так давайте еще застанем так чувствую обзорчик будет не маленький если сильно нужно быть я даже разобью его на пару частей то есть чтобы вам было удобней посмотреть его так давай у 11 отлично то есть надо было бы конечно вот этого лучника убирать но я вижу что мы тут пока справляемся так вот смотрите прокатило кровотечение но мы ничего не пополнили ему и он теперь будет только терять жизни урон нам постоянно наносят а это как вы видели только начало подземелья так это надо пристрелить пока он не навредил нам давай еще разок о 8 вот вот это уже лучше это уже лучше даже треть жизни практически такой давай станем будем станете их чисто так теперь этим будем хилиться то есть вот у нас теперь будет 2 в роли хиллеров остальные будут там бафы на себя накладывать потому что если вы будете пропускать ход ваши герои будут стрессовать так резист 5 отлично отлично она не протекла и пополнила 5 единиц жизни так давай ну тоже рандом есть рандом может ничего не не пополнить может нормально пополнить так станы 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 так на этого надо на убрать на всякий случай там подозрительный парень этот застаненный пусть стоит так резист один тоже слабенько восстанавливается то есть чувствую не просто так нам это подземелье дастся ну ничего страшного так давайте давай себя продолжай лечить так а ты стань кстати она вот так может громко наорать но видите у нее очень уменьшаются ее характеристики на время так и причем что как бы такой момент интересный вот каждый раз когда она насылает баф или дебаф она отнимает жизни по одной но отнимает и вот уже осталась одна единица жизни как вы понимаете еще на один раз резист 7 у отлично красавчик так давай на этого 2 единички отлично вот и то есть вот сильно много не не поджираешься то есть тут равномерно распределяешь вот пожалуйста вот он еще и 2 отнимает вот давайте попробуем ее же и ой вот это было зачетно на 12 это было сильно так давайте это еще на 2 вот бывает вот так везет но бывает и не везет так ну в общем мы вторую битва отбили и здесь так вот антияд так в общем немножечко подлутались то есть тоже как вы помните мы потратили так немало денег на то чтобы все это закупить то что у нас есть но от 1000 уже нашкрябали вот кстати оникс 500 золотых и ингредиенты чтобы апгрейдить наш город пожалуйста ловушка ну нам повезло что он у нас здесь как бы не подействовала на него так вот можно иногда вот так вот ходить пожалуйста вот тут вот пожалуйста яд и мы сразу применяем вот видите сердце было зеленое стало красным то есть вывели сразу же яд вот как вы видели тут здесь ящичек здесь по идее ничего нету то есть мы уже вроде смотрели то есть скаутили и поэтому можно назад вернуться вот но сильно не злоупотреблять этим возвращением назад почему потому что они друг друга там на ноги наступают там ругаются и все такое так что у нас в шкафу ничего так вот они проголодались еда у нас есть и соответственно мы нажмем скушать 4 еды каждому по одной и восстановим пять процентов жизни это нам очень нужно но если у вас нет еды вы потеряете по 20 процентов жизни еще и вам закадровый голос скажет типа очень глупо было не взять элементарной еды в поход то есть тут все тоже с определенным юмором вот и подколками так ну давайте здесь попробуем так вот стена вот сокровища здесь так но мы пойдем нам вот эти две пустые комнаты нужно исследовать почему потому что ну это для нас будет легче всего так вот ловушечка и не прокатывает и 8 жизнью терять вот смотрите у него стресс уже 81 то есть он скоро сломается когда человек ломается я же говорю большая вероятность того что он впадет в какую-то апатию депрессию и что у него все очень очень будет плохо так как нам лучше пройти стены тут две как вы видите мы пойдем наверно вот сюда через эту стену потом так на на пройдем вот так и на на вот так пройдем только вот здесь сделаем привал точно может даже и получится у нас пройти этот квест можно повезет вот смотрите потемнело и вот он завал костей кирпичей всяких кишок там но вот хорошо у нас есть одна лопата и мы разбираем этот завал так вот мы прошли комната пустая очередная так и пойдем пока факелы у нас конечно есть три штучки но мы прибережем их наверно на я ладно один используем хоть чуть-чуть чтобы освещение было она чтоб у нас не было вот видите они удивлены то есть главное чтоб не были мы удивлены если мы становимся удивленными то у нас перегруппировка получается и скажем вся тактика которую вы рассчитывали идет коту под хвост так ну я пока пока не знаю на всякий случай одного рубану мало ли вдруг варварша не успеет так застанет их так ну как вы видите у мертвого резист к кровотечению почему ну потому что он уже мертвого нее нету там крови если тут очень все логично сделано вот кританула на орала и так что аж критану и видите вот восполнился стресс ну то есть убрался немножко они релаксанулись от того что ух как кританули но тем не менее когда критует вас так вот пошло пошло и вот selfish это или продажность или как-то там не помню или единоличие как-то так переводится вот можете посмотреть сейчас когда его выберем тут будет написано вот героические качества и отрицательные так в общем тут видите все по минусам вот смотрите видите красное все почему потому что ну не нравится ему так ну давайте попробуем рубануть так убрали этого парня так вот она сейчас наорет и застанет вот у нас есть девять ходов так вот они периодически переговариваются в боях и иногда повышая друг друга настроение либо понижая так у отлично восполнили жизнь хорошо вот смотрите сэлфиш аэсэй летзи ворлд гу хелл бат а еще аллахи в мать и то есть это эгоизм такой единоличие говорит пусть хоть весь мир пойдет в ад но мне главное чтобы у меня чайочек там был ну то есть такой парень ему короче пофигу на вашу эту битву там на все его он может отказываться вас слушаться так но мы будем лечиться вот то есть он может не захочет там кому-то помогать из из ваших героев но пока она и не особо надо давайте пробовать резист 2 отлично все что резист это уже хорошо так этот будет нас насылать на себя бафы причем сразу же крит и шанс все повышается так это будет станет вот таким составом варварша то есть ну кто-то один кто может станет кто-то дамагер кто-то дамагер ближний дамагер дальний и хиллер вот самый стандартный набор я с ним играю есть еще тактики говорят люди можно просто три ближних ставить ну то есть двое которые только с этих позиций и один который скажем элементарно можно поставить ту же и варваршу вот сюда у нее есть атаки дальние и можно поставить хэдхантера охотника за головами вот то есть он тоже может там нормально все делать то есть и одного хиллера все вы будете там рады и счастливы они будут вам всю работу делать ну я играют примерно такими составами но я играю вообще разными составами так он не застанется что не успели еще застанет тоже мы его трогать не будем он сильно много урона не наносит то есть мы как раз отхилимся как видите уже почти почти все хорошо так давай лечись эти мало лечится так и давай давай так ты у нас что будешь делать иди такой зоркий взгляд он знает что куда чего так но протек и два то есть это уже в минус так стань в общем иногда нужно и вовремя остановиться это как лотерея то есть сильно много ходов тоже плохо не будет стрессовать то есть когда у вас промазал когда у вас полностью все уже критическом состоянии по стрессу уже не важно что вы уберете не уберете вот вот это вот отрицательное действие или положительное оно у вас будет до конца пока не излечитесь в лагере вот поэтому то есть не бойтесь можно вот как уже это то есть можете пропускать когда у вас на максимум ходы то есть я сейчас не пропускаю наш увидеть то есть этим еще есть шанс не получить плохой эффект так давай этого подлечи так и что надо его бить наверно он опять хорошо он не попал так ну теперь мы будем вот так вот делать и все то есть он стрессанул а он вот видите он перейдите вот красные фразы вылетают то есть это означает что он там что-то такое сказал что наоборот разлагает моральный дух вашей команды то есть и такое желательно не допускать так алтарь ну давайте он бафнулся что мосотри у него плюс 40 урон но не на того мы урон наложили почему потому что сами понимаете так ловушку мы пойдем в обход почему хотя бы потому что у нас рыцарь не особо их любит вот то есть кто успевает читать или на паузах можете читать то есть они периодически отпускают такие фразы единоличные ну или какие-то там там что-нибудь там или мы все умрем там we gonna дай там уже здесь все начинают тоже бояться так вот опять хотят кушать у нас уже осталось 4 еды нам еще до привала даже не дошли но это я вам скажу это еще очень удачный квест причем у меня уже определенная стратегия выработалась если вы хотите пробуйте тоже такой стратегии работать то есть есть у вас дополнительные ребята которые работают на основных основных вы прокачиваете лечите вот в санитарии лечите эти вот вот эти все приколы которые вас тут серьезно вот это сифи ну это совсем минус 5 ацц минус 10 процентов урона минус 10 процентов максимального здоровья то есть это надо вылечить то есть она очень сильно влияет на ваши герои то есть со временем они будут просто никакущие ничего не смогут сделать все это лечится за деньги каждый ход одну только болячку можете вылечить но для этого надо чтобы кто-то ходил и добывал этот лут то есть поэтому дополнительными ребятами вот такими вы ходите добываете и вот лагерь давайте разберем лагерь так вот у нас есть 4 ты мы все их и потратим 10 процентов еды вот если было бы больше еды сколько там 8 у нас бы еще стресс чуть-чуть упал но настолько нету мы 4 сделаем вот у нас есть 12 единиц времени и за это мы можем так давайте уберем стресс по 10 единиц убрали тебе стресс резис не надо так уберем варварши еще 10 стресса так что ты можешь опнулся немножко и еще две единицы осталось так и этот подожди можно сэлфон леон камбн плюс 20 урона 20 урона мы этому парню вот у него будет смотрите урону короче очень сильно мы его апнули так все и вот они еще переговариваются в конце но этот сейчас что нибудь ляпнет смотрите красным вот они получат свою дозу стресса еще дополнительно о повезло иногда бывают такие моменты когда вы просыпаетесь после привала вас окружают враги что тоже не очень круто вот и вас могут взять врасплох и вам придется отбиваться еще и после этого сна так ну скоро квест пойдет к своему концу логическому так вот железная дева пожалуйста вот просто открыл и получил минус 20 хилл ресей в то есть он еще не очень хорошо восполняет здоровье в лагере ну не в лагере именно у костра вот то есть это для него плохо ну в этой битве уже такого не будет то есть надо это тоже лечить так вот опять битва вот два лучника очень серьезных смотрите сейчас 7 чтобы вы знали 7 это практически треть его жизни то есть соответственно мы сразу его лечим и на 7 вообще супер классно то есть он у нас на дамаг сейчас раскачан хорошо так ну давайте застанем что ли попробуем по крайней мере на всякий случае вдруг он сейчас ходить будет так и давайте нанесем попробуем этот действительно хороший урон 464 это вместе 14 урона это очень даже неплохо так вот видите эти то есть каждый по столько наносим мы за один ход всем троим столько нанесли вот опять он что-то ляпнул у них стресс так ну давайте по их пока застанем них хоть жизни немного но тем не менее зачем нам это рисковать фигней всякой так давайте подлечим ну отлично вообще красавчик оккультист наш еще и уворачивается ну вообще супер вот везет как для видео так сразу везет вы бы видели просто те мои первые шаги я думаю у вас будут тоже веселые бои когда будет просто все очень очень все будет тяжело и это на самом деле очень интересно так вот все вот вот эта стратегия действует то есть зачастую у меня моя более сильная команда которая прокачанная вот пожалуйста он сам походил то есть ну хорошо что он правильно походил и убрал парня просто моя более сильная команда там четко варварша станет сразу же первых двух допустим рыцарь или этот прокаженный может сразу же этих двух скритами унести с первого удара и сразу же шансы просто на победу максимально возрастают и остается два дальних которые на первых двух позициях не особо как бы полезны вот и их элементарно убираем то есть опять же потом станем убираем и бывает такое что даже мы особо не получаем дамаги вот но это тоже они постоянно вот опять он сам ну хорошо что нас это устраивает его ход так вот уже смотрите у нас и денежки потихонечку потихонечку но собираются так ну давай пожалуйста опять ловушка и опять он отравился ну лечить у нас нечем так скаутинг шанс вот комната мы сначала пока еще более-менее живы сходим сокровища возьмем а уже пошли уже все уже пошли вот пожалуйста он протек что-то там наговорил пожалуйста опять что-то ему не то то есть ваши герои действительно ведут себя как настоящие люди то есть которые вот действительно отправились в очень что-то страшное там подземелье пытается найти сокровищ но и реагирует как настоящий то есть увидели там привидений скелетов там кто бы там не стрессовал мертвецов и пытаются с этим бороться своими силами пожалуйста вот он его что-то попрыскал по нему посмотрите у него сразу стресс по 16 это много так но не так по 1 ходят поэтому на всякий случай застанем этого парня нам было на это ну ладно так давай урон наноси отлично очень хорошо вот опять он что-то ему опять не нравится так давайте последний факел используем что он говорит свет это обещание типа чувство ну как безопасности дает что-то в этом духе так нужно лечить лечить мы будем тебя ой супер вообще классно оккультист как нас пошел лечить то не лечил калечил так и надо разбираться уже потихоньку с этими ребятами которые на нас наводят кучу стресса посмотрите хорошо увернулся за сопротивлялся так сказать так опять застанили так ты давай хилься вот три хорошо так этот опять выстрел отлично одного снес ну и этих двух хорошо поцарапал вот опять он что-то ляпнул рыцарь это у этого еще стресс вот смотри уже 60 60 так протек и 3 значит в 0 сошелся наша эти 3 хп за каждый ход по одному обратно утекут кровопускание не самый эффективный метод лучшая хилерша это конечно девственница то есть она монахиня девственница вот сейчас смотрите вот сейчас пойдет его испытания и так fearful кто знает перевод то есть он в паническом страхе fear has over helmet the hero whose every throw is now turned to self-preservation ну то есть кто знает короче ему сейчас будет плохо то есть он очень боязненный стал все теперь боится но тем не менее он хилит и это это радует так давай еще одного убрал и немножечко убрал стресс от того что убил так вот резиснулись от стана так ну рыцарь он дает собой по управлять давай подлечим варвар шу и она будет опять станет и опять как только остаются двое врагов можно и станет но это тоже не всегда работает есть враги которых вообще практически нереально застанет это разбойники которые попадаются вы уже видели один с мушкетом там был еще какой то то есть там иногда попадаются ребята которых ну практически нереально застанет и это тяжело с ними бороться то есть такая тактика уже не работает то есть там нужно именно дамажить тем более вы учите если у вас кто-то один станет один лечит то есть урон соответственно наносят только оставшиеся двое и это тоже не всегда бывает эффективно нужно выбирать четко продумать свою стратегию боя и это залог успеха в этой игре так и все он ушел можно было бы конечно его оставить живых там еще помучать ну уже мы подходим к логическому завершению так бинты вот кстати ну ты давай перебинтовали красиво все анимировали так и мы пойдем да вот сюда пойдем тут не знаю какая то что тут будет так пусто так вот кстати и он теперь начинает вот сейчас они все будут стрессовать вот смотрите вот что он сам стрессует вот опять каждый шаг пожалуйста какая то ловушка там сейчас эти ребята 78 62 сейчас они тоже подстрессует хотя бы пожалуйста выполнили квест что у нас там еще стена так там пустая комната вот я хочу еще сходить вот сюда в эту комнату ну так как еще живы еще можно все это поделать вот хотел бы вам конечно показать как они примут на себя нереальный героизм воодушевлять будет команду ну это не очень часто я такое мероприятие так вот смотрите они хотят опять кушать голод но у нас нет еды поэтому и посмотрите что происходит они очень очень теряют по хп проседают поэтому надо с собой брать еду но тоже много ее с собой не возьмешь во первых место занимает во вторых это все деньги так вот давайте еще одну битву попробуем надеюсь у нас все получится так кстати еще не показал вам тут битва прошла успешно так опять hopeless потеря надежды да то есть она потеряла свою надежду мой отлично отхилил супер красавчик так не попадаем паучков да вот может если получится что кто-то будет при смерти то есть тут идет такой момент как бы пенальти идут то есть он может умереть в любой момент то есть пока вы его не отхилите и соответственно вам дают еще шанс его вернуть к жизни когда у него по нолям жизни то есть ему урон наносят то есть ну там 0 минус там сколько то все равно 0 получается там в минус не залазит вот и тем не менее получается так что он еще немножко живет но можете его и профукать так опять промах так стан получи отлично еда так ну давайте чтобы мешочки так у этого сокровисти так ну дайте так сколько у меня 83 ну то есть видите у нас уже трое вышли из строя то есть повезло что один ну вот все в принципе мы закончили этот квест можем кстати вот эти все расходники вот то есть вот это все у вас сохранится вы забираете кстати сапфиры по тысячу а еда там факел все что у вас остается вы под конец всегда тратите потому что оно все равно обнулится то есть если вам нужно конечно вот пожалуйста этому немножко покушал и вот мы заканчиваем наш квест вот награда которую нам обещали за успешное выполнение и вот награда которую мы просто налутали соответственно вот четыре с половиной и четыре триста неплохо так вот два бюста одну картину свитков ни одного и 12 фамильных щитов очень даже неплохо так вот один у нас поднялся до третьего уровня что в принципе нам не нужно было то есть у меня пока одна там команда есть которая под ее апаю то есть этого скорее всего я отпущу вот кстати после каждого этого вот они получают определенные характеристики и кстати очень повезло видите желтенькая это хорошая красная это плохая бывает такое что все красные у одному кому-то еще чуть-чуть желтого поэтому это еще повезло вот 61 неделя пошла вот тут рассказывают вот вроде в санитарии да вот этот вот они лишились плохих этих но бывает такое отпустили ну послали скажем ой сейчас расскажу вам немножко еще под конец допустим была ситуация я рыцаря своего послал играть в азартные игры вот здесь вот гэмбинг холл и тем самым отдыхать снимать стресс да он пошел играть снимал стресс на следующую неделю после вылазки я захожу ну там его уже там нету смотрю тут в казарме у меня одного человека не хватает именно его я такой подождите подождите читаю в этих вот событиях в свитке что произошло там пишется ваш типа этот парень что-то играл 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 а не он не играл это это девственница играла в общем ваша типа монахиня там типа играла 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 и что-то там проиграла там часть ваших денег а ваши деньги которые вы усердно собираете это кстати очень огромная сумма которая собрал хорошо когда у вас там будет две-три тысячи золотых это очень нелегко на собирать и в общем вот вы эту она там пятьсот монет там профукала и из-за долгов или из-за чего-то потерялась в непонятном направлении больше типа никто не видел ты такой подожди так я ее качал там нормально там в нее вбухал там там я не знаю ну тысяч там десять в общей сложности думаете ну ладно там она была там допустим второго уровня потом она естественно через пару недель возвращается чего я не знал но в самом начале было вот именно про рыцаря когда он меня я его в баре оставил он там накатил так сказать ну это вред на самом деле огромный алкоголь ну соответственно он наклюкался до свинячего состояния вот и говорят и он куда-то пошел его тоже никто не видел и вот чувак ушел куда-то в запой там валялся в луже там не знаю вонял где-то короче бомжевал и через две недели еле там что-то вернулся вот то есть а он у меня был уже третьего по моему уровня то есть я в него очень много вкачал там тысяч двадцать наверное то есть которые я там десять походов потратил чтобы все это насобирать то есть он у меня излеченный был вот посмотрите на его характеристики видите все только хорошее у него у него нету этих плохих потому что я их сразу подлечиваю но было у него их куча куча как блох выводите потихоньку и все отлично то есть игра постоянно вас прикалывает постоянно дает вам какие-то трудности с которыми вам приходится справляться это в принципе замечательно каждую неделю у вас появляются новые герои которых вы можете нанять вот у каждого свои наборы скиллов которые вы можете переобучить еще тут кстати сейчас гляну тут тоже чуть-чуть вот прокачивается все это дело вот скажем здесь был когда-то некромант то есть тут тоже три уровня на легком будет свой некромант на среднем некромант и там на Тяжелом будет там главный какой-то некромант вот здесь вот я легкого короля ну легкого свина там принц свиней а здесь видите король свиней и там на сложном будет какой-то главный свин а здесь ведьма то есть вот я не — да ведьму обычную я победил ну какая-то там легкая ведьма и та undoubtedly ведьма, а будет потом там главная какая-то темная ведьма. В общем, если интересно, я сделаю видео еще по каждому боссу. Битвы, то есть там все тоже очень уникально интересно. Я каждый раз был удивлен, когда на них попадал. И естественно, не с первого раза у меня получалось их выиграть, потому что ну это тяжело на самом деле. То есть там некромант призывает постоянно ребят, там скелетов. Вы их валите-валите. То есть и его, и их, он призывает и сам бьет больно. Свин. Там он такой здоровенный свин. У него какой-то мелкий свин, который станет, про который я рассказывал. Он там тоже что-то там вечно колдует, там бьет вас. То есть его тоже достаточно тяжело бить. И ведьма это вообще зверь. Она... То есть вначале всего лишь ведьма и котел. Думаешь, чш, ща я тебя развалю. Не, нифига. Она берет кого-то из ваших, поперчила, посолила и кинула в котел. И он варится и не может оттуда выпрыгнуть, пока вы не развалите котел или не убьете ведьму. И то есть я так уже и героев понатерял на ней. И это... Ну то есть там все весело. Я вам обязательно покажу. Я думаю, вам будет интересно. Отдельно каждого босса сделаю видео. И на этом я думаю, будет прикольно. То есть враги тут, кстати, тоже я вот думал с каждым уровнем от сложности. Ну и думал, ну, то же самое и враги будут, только больше хп, там, больше урон. Ну, поначалу так и получается. Но потом я начал встречать новых. Там где-то горгульи появились. Где-то там те же враги, но с другими приписками. То есть более усиленные версии. Где-то там какие-то вурдалаки, там, где-то еще кто-то, там, личи, там. Ну, то есть там столько всего интереса. Обязательно рекомендую попробовать эту игру, поиграть. Займет у вас там минимум неделю. Вы просто не сможете вылезти. То есть для всех любителей всяких квестов, ролевок, пошаговых моментов. Для такого вот стиля, такого мрачного, вот, хорошего, качественного, юмора черного. Вот. И просто интересных, серьезных испытаний. Поэтому, кому понравилось, играйте в игру, ставьте лайки под видео, смотрите новые видео. Если хотите увидеть еще видео, подписывайтесь на канал, там много-много интересного. Спасибо вам за просмотр. И приходите еще. Увидимся в следующем и в светлом будущем. Все, пока, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok